добрый день дорогие товарищи у меня сегодня особенный день я встречаюсь с выдающимся певцом современности моим большим другом Владимиром Байковым басом баритоном молоденько ты только ради бога не смейся то что я тебе назвал величайшим певцом это так и есть мне очень нравится обращение товарищей это сразу такое торжественное настроение получается перейдем на господ почему я так считаю почему я так считаю смотри то что ты прекрасно великолепно поешь на об этом с тобой еще поговорим мне нравится у тебя вот фактура у тебя как настоящий вокалист высокий рост я шикарный голос я просто потрясающе красивый тембр но ты огромный интеллектуал знаешь много языков ты поешь всего вагнера из всех российских певцов по моему ты единственный который поешь всего вагнера всякий случай дорогие господа я вам хочу сказать если кто-то из вас видел партитуру оперы вагнера любой это вот такой толстенный том это страниц пятьсот шестьсот вот такого размера там все по-немецки там написано там от одного текста ну ну голова ходит к логану это невозможно все запомниться а ты это все делаешь причем не в одной опере об этом тоже поговорим у тебя прекрасная эрудиция ты нервный репертуар ты поешь помимо оперы ты пишешь в фейсбеке мы с тобой когда познакомились я был просто поражен ты пишешь развернутые эссе о симфониях мисковского ты пишешь о своих воспоминаниях о нестеренке о том как ты с ними о Вишневской ты пишешь о лейтеркусии и у меня самое главное за что за что я тебя люблю ты полностью поменял мое мнение повернул мое мнение к вокалистов то есть мою концепцию не скажем так мировоззрение в отношении вокалистов на 180 градусов потому что до этого я всегда считал что они недостаточно образованная у них нет музыкального образования у них мало эрудиции у них больше такого тщеславия они почему-то я тебе потом объясню почему это когда мы с тобой коснемся связь вокалист-концертмейстер я тебе буду подробно все объяснять говорить тебе в лицо кто то что вы есть на самом деле и почему я так думаю о вас так вот ты мне повернул или ты имеешь в виду что ты работал концертмейстером и поэтому тебя травма на всю жизнь как я понял да от общения с примерно как знаешь вот рефлексы собаки павлова значит когда вот и кусается и сразу начинаю вспоминать но это не важно это я сейчас мы мы до этого еще дойдем я не забуду короче говоря ты повернул мое сознание и к вокалистам и я теперь понял что это совершенно другие люди что это кажется люди интеллектуалы короче говоря что я хочу сказать володенька мы сейчас мы начнем говорить ты будешь рассказывать что ты в моем сознании моем уме ты не вокалист с чем я тебе и поздравляю ты знаешь кто ты вот такой вот европейского уровня энциклопедист который знает музыку во всех своих видах и который плюс ко всему литературу знает живопись искусство и тогда плюс ко всему еще и прекрасно поет но мы с тобой когда беседовали ты когда приезжал сюда в берлин мы с тобой гуляли по парку и ты как-то рассказывал что ты перед тем как заняться вокалом перед тем как петь ты кончил музыкальную школу ты получил в принципе вот это музыкальное образование вот эту базу ты научился играть на инструменте ты научился знаешь что такое сольфетчо что такое функция и так далее вот и поэтому мне хотелось бы меня хотелось бы тебя спросить скажи пожалуйста как так получилось вот ты начал учиться музыкальной школе а потом тебя вдруг перебросил вокал нет нет музыкальное образование у меня до консерватории до музыкальной школы не было но это была не музыкальная школа в общем понимании когда человек там с 7 лет в нее ходит у меня у меня был педагог по фортепиано с которым до сих пор дружим анна георгиевна купреевым большие друзья и она со мной занималась частным образом потому что мы жили тогда с братом и с родителями в спальном районе там были проблемы с музыкальными школами и потом это все через там 4-5 лет сошло на нет все это наше музыкальное образование я увлекся химией и таким образом я в общем то у меня не было такого музыкального образования фундаментально у меня не было ни гармонии ни сольфетчо ничего у меня в основном то что я учился да играть на фортепиано навыки остались но все это был момент когда я это все забросил а потом постепенно даже без относительно вокала просто на в старших классах школы когда мы устраивали какие-то там вечера какие-то концерты я стал вспоминать постепенно что я пусть и очень незначительный но в какой-то степени а пианист вот и все я бы я я выступал вот только на таком уровне музыкальные вечера какие-то в школе в актовом зале где мы пели и все но я увлекался химией поступил в менделеевский и потом уже учась на первом курсе менделеевского я вот подумал что все таки наверное мне чего то не хватает и почему бы не заняться музыкой опять и я поступил тогда в музыкальную школу номер один имени прокофьева но мне уже было много лет ну как много мне было это в 92 год мне было чем 18 лет я стал учиться там на вокальном отделении на вечернем вот участь параллельно мой первый год совпал со вторым курсом менделеевского института это было какой то есть я думал о том чтобы стать профессиональным певцом но я не был уверен что все получится и поэтому не гармония сальфеджио это все появилось консерватории это это появилось уже в то время когда я поступил в театр станиславского и времени не хватало как следует этим заняться я играл осенью песню чайковского но много чего мы играли того что играют на все эти хрестоматийные произведения черни играли ранее ранее какие-то сонаты играли мы в скорлати даже по-моему обычно говорят так что вокальный аппарат формируется где-то где-то к двадцати четырем годам когда ну идет формирование вообще всего организма физическое это действительно так то есть они как бы запоздавшие в своем развитии то есть известные примеры когда нестеренко он же до этого тоже закончил архитектурный институт потом кто еще образцово они все начинали не как музыканты именно вот как скажем как технари они учились были с первым образованием люди были чем-то увлечены стали получать профессию не связанную с музыкой а потом видимо почувствовали что они певцы круто изменили свою жизнь мне тоже знакомо но я думаю что с одной стороны можно сказать что вокальный аппарат формируется но после до после перестройки после мутации там где-то к 18-19-20 годам так кардинально из другой если говорить о развитии вот он формируется может быть всю жизнь потому что голос меняется всю жизнь постичь и осознать это все невозможно по моему и те проблемы которые испытывает начинающий вокалист с дыханием с тесситурой с диапазоном они эти проблемы происходят не от того что он такой тупой и что он не может что-то сделать а просто от того что еще время не пришло то что время это определяющая вещь ну как я понимаю если мозг на месте если ты интуитивно чувствуешь как надо формировать звук и дыхание тогда просто нужно набраться терпения и со временем это все приходит ты не можешь сделать сразу все что ты хочешь так как ты слышишь поэтому в этом отношении может могу даже сказать что если но я по-настоящему стал получать удовольствие от своих записей только когда мне модно может быть было уже лет 30 хотя я до этого получал уже и премии закончил консерваторию и закончил центр вишневской и много чего было спето и на оперной сцене и на камерной но все равно у меня было ощущение что техники какой-то не хватает и что звук возможно формируется не таким образом чтобы максимально с максимальным коэффициентом полезного действия улететь в зал вот так поэтому если ты в реше физиологии то я считаю что он формируется к 18-20 годам а если уже говорить о том как ты его строишь самый когда ты начинаешь получать какое-то эстетическое в первую очередь удовлетворение от твоего звучания то это формируется намного позже тут два таких разных похожих тоже строишь сам а наверное все таки под контролем как у педагога ты же не можешь сам я например я люблю петь я обожаю петь я люблю это делать очень громко и активно я фальшиво я когда начинаю мне начинает жена из кухни говорит так фальшиво поешь почему почему я пою фальшиво но я этого не слышу у меня тоже такое у всех это бывает человек поет особенно если в больном состоянии он не слышит если он понижает позицию интонацию таким образом ты учился в институте как я понял и в 18 лет ты увлекся вокалом стал это делать параллельно скажи пожалуйста а почему у тебя не было мысли вот так вот сразу бросить вот на расстанчивать ты должен был делать для образования для корочек чтобы иметь какую-то профессию в руках то есть пока ты не знал уж вокалистам все так это же смотри ты закончил с отличием как химик я не мог это сразу все так круто поменять потому что химия это огромный творческий мир и настолько было много вложено еще даже до поступления в менделей расскажи вот я вообще для меня химия это вообще темный лес мои познания в химии знаешь чем ограничивается когда в армии служил я только единственный мог сделать тройной одеколон пропускать на морозе через лом и получать чистый спирт все на этом все мои познания заканчивается что тебя что у тебя какое там творчество расскажи мне пожалуйста вот не не следующим химия буквально ну 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 во первых у каждого человека мне кажется бывает что-то в жизни что ему по душе по сердцу и что у него получается вот у меня таким образом сложилось химии потом я потомственный химик у меня тетушка менделеевский университет и ему закончен девицы тетушкин двоюродный брат закончил менделеевский университет у нас на самом деле менделеевских людей в семье ну штук шесть-семь наверное это не это не я один в отличие от музыки то чтобы музыкант я единственный и когда началось это увлечение химией я помню у нас бывали у нас во первых была прекрасная педагог ирина павловна петропавловская которая сама была во-первых блестящим педагогом и в прошлом она также закончила по моему менделеевский университет я точно не помню но я помню что ее брат родной он был деканом факультета неорганической химии в менделеевском институте мы правда с ним так персонально так и не познакомились то что я поступал на факультет кибернетики уже когда поступал на менделеевский но старший класс и школы и плюс два последних года школы это была еще у меня вечерняя химическая школа при менделеевском университете и там бы было тоже много романтики там было было очень много знаний совершенно конечно это было намного больше того чем нам давали в школе понимаешь это были уже стены вуза знаменитого старого настоящего поездки из дома в менделеевский университет обратно общение с студентами с профессорами я просто у меня не было даже мысли сразу все бросать я знал что я это закончу диплом что я напишу диплом на работу на какую-нибудь интересную тему что я стану офицером российской армии что тоже какие были перспективы после окончания медведевского института где где бы ты мог реально работать это чтобы то лаборатория я сейчас уже тебе не отвечу на этот вопрос я даже не знаю мои одногруппники нашли они работу по специальности нет это было время не такое уж замечательное потому что это был с девяносто первого года по девяносто седьмой все это было крайне турбулентно как-то неустойчиво с расстрелом верховного совета в девяносто третьем году потом я уже начал до заниматься пением у меня последний курс менделеевского университета совпал с первым курсом консерватории поэтому я особенно никогда не думал где там я буду работать ранее раньше думал до того до увлечения занятий пением но потом как-то я уже об этом не задумывался и на самом деле у меня даже не то чтобы угас интерес к техническому образованию а я почувствовал что может быть я немножко ошибся потому что факультет кибернетики и вообще математическое моделирование химических процессов аппаратов это все-таки лежало немножечко в стороне интересов которые у меня были когда-то то есть чисто химические неорганическая химия органическая химия аналитическая может быть физическая хотя не в такой степени то есть этот мир творчества химических элементов соединений в их взаимодействии так далее он немножко к сожалению остался в стороне хотя именно он меня привлекал но я поступил на факультет кибернетики во первых то что я тоже потомственный кибернетик потом на него был максимальный конкурс это может быть был в какой степени тщеславие и может быть вот именно потому что первый год отучившись на факультете кибернетики я в какой-то степени тосковал по чистой химии и может быть если бы я был чистым химиком и купался вот в этом вот во всем многообразии того что мы проходили в школе то есть чистая химия без математики без вычислительных методов которые на нас навалились на первом курсе может быть я так бы даже страстно о пении бы и не мечтал может быть меня химия бы продолжала бы захватывать но так как у меня уже ощущение что что-то пошло не так и что музыка все-таки из моего детства опять как-то вот вошла в мою жизнь я стал покупать кстати много пластинок я стал самообразовываться у меня тогда тогда кстати еще было много винила 91 93 год причем на виниле издавались довольно известные записи я помню совершенно новые издания записи кисина с китаянка двух концертов шопена и подобных вещей которые я тогда уже понял что это все в общем-то довольно знаменитый издавали издавали записи шостаковича где он играет свои концерты вместе с клюй тэнсом вместе издавали записи про кофьева который играл свои вещи с крябина и конечно и было много бугинистических тоже пластинок с фишером дискау в частности шуберт и другие немецкие песни на меня и все производила совершенно какое потрясающее впечатление потом маляр брамс и вот все что можно себе представить но у меня не было никакой системы я скупал все подряд и таким образом вот у меня параллельно параллельно с учебой на факультете гибернетики Менделеевского института началось вот это вот какое-то сумасшедшее увлечение музыкой и чем дальше тем больше то что допустим когда уже на третьем курсе я помню были у нас какие-то довольно серьезные курсовые проекты как когда мы проектировали допустим ректификационные колонны для разделения нефти на фракции я все это чертил на листах ватмана и параллельно слушал второй концерт брамса поэтому теперь когда я слушаю второй концерт брамса у меня мгновенно встает перед глазами вот этот вот лист ватмана с ректификационной колонной с керосином с бензином с гостами с фланцами и со всем остальным вот эти ассоциативные такие вещи они на самом деле очень впиваются памяти я думаю что это на всю жизнь потом от этого не избавишься наверное поэтому поэтому наверное и бородин известный композитор долго не мог расстаться с химией к нашему сожалению он так с ней не расстался хотя вообще я бы предпочел чтобы расстался что он композитор был гениальный химик был выдающийся и может быть тоже гениально у него есть замечательные в частности вот он открыл альдольную конденсацию а я написал на фейсбуке полимеризацию альдегидов которая в любом случае но она была бы открыта в любом случае кем-нибудь другим полгода спустя или год спустя потому что для того времени идея витала в воздухе уже весь научный мир был к этому этапу готов а вот его неоконченная третья симфония допустим вот это тоже с чем мы живем к сожалению слышал ее его ученик такой дианин был знаменитый кстати химик слышал он как закончил бородин финал и сам играл в своем кабинете на фортепиано и сам ему объявил что я закончил третью симфонию но в общем кроме дианина этого никто не слышал потом бородин внезапно умер и я помню в воспоминаниях дианина есть такая мысль что если бы рядом был глазунов который запоминал все как компьютер мог тогда глазунов бы мог бы это все воспроизвести а так мы имеем третью симфонию бородина к сожалению в усеченном виде поэтому да поэтому я бы не сказал для меня это скорее нечто вызывающее сожаление то что бородин настолько был погружен в химию кстати не только в науку но и педагогику в образованию в организацию каких-то женских курсов короче у него было очень много в жизни того что ему что мешало его творчеству я не знаю может быть он по-другому не мог но к сожалению я считаю что в конечном итоге для человечества это было в ущерб это наука это такая вещь объективная что рано или поздно кто-то все равно совершает какие-то открытия делает какие-то прорывы в будущее которые если он не сделает то сделать кто-то другой а вот композиторское творчество совершенно другое это композиторы тем более такого ранга как бородин это штучный товар вот и мне кажется что если бы он осознавал это до конца то он бы погрузился в музыку на сто процентов вообще это очень все жалко и для меня на самом деле я часто об этом думаю для меня загадка почему человек вообще его масштабов мыслительных творческих и так далее не понимал такие вещи может быть у него было какое-то повышенное чувство ответственности перед россией что он должен вот эту химию и образование общественное связанное с химией двигать вперед не знаю единственный уникальный случай в истории музыки когда человек в равной степени владеет и тем и тем и в итоге нет в итоге он и там и там многого достиг понимаешь его он же он же он же был дитом выдающимся химиком и гениально другой стороны смотри вот если бы не фигура римского корсакова понимаешь еще бы не известно чем это все закончил потому что он же практически он уже все закончил что там заставлял ну вот тут двух симфоний квартетов это уже достаточно чтобы понять кто такой был бородина да конечно без всякого смысла и учась на первом ты поступил на первый курс консерватория параллельно часть нет я поступил вот в парковскую музыкальную школу да а потом ты перешел консерваторию да но я проучился там у елизаветы стефановны новикова и моего первого педагога три года причем мне повезло потому что у нас была оперная театр-студия имени прокофьева который за естественно на базе своего класса вокального там организовала и поэтому у нас постоянно были какие-то выступления понимаешь поэтому когда я пришел в девяносто шестом году прослушиваться в консерваторию на отборочный тур на первый тур на второй я уже пел произведение у меня уже было четкое понимание что надо не просто спите показать голоса надо спеть так как ты это чувствуешь и показать что-то что-то свое что-то в этой музыке чувствуешь сразу взяли не на подготовительное отделение ты же знаешь как обычно консерваториях вокалисты берут на подготовительное отделение чтобы как-то вот их вот это музыкальное образование немножко компенсировать как-то это все а потом уже после очередного конкурса их уже зачисляют в основной состав и они таким образом учатся не пять лет а где-то шесть или семь вот так вот то я сразу взяли на первый курс к снищенко да профессор а петр ильич был еще у нас декан такой борис михайлович лишко который был вообще хармейстером по специальности его кстати все любили и всегда его вспоминаем очень добрыми словами и вот они вдвоем с петром ильичом первые два тура точно слушали последний тур в большом зале консерватории мы пели я вот смутно помню я впервые на него почти опоздал я не совсем понимаю что значит туры какой прослушанный лечит об экзамене в консерваторию какие там туры там что туры были у вас разве да естественно ах еще несколько туров было то есть не сразу вы сдавали специальности и вас зачисляли нет сначала ты приходишь поешь в классе то что хочешь тебя пропускают на первый тур первый тур это самое ужасное что можно себе представить потому что первый тур консерватории я думаю что до сегодняшнего дня проходит в оперном классе в тридцать девятом на четвертом этаже там мягкие кресла там какие-то немыслимые но в то время висели какие-то портьеры на окнах все это поглощало звук поэтому когда я открыл рот и не услышал вообще себя так как я привык слышать полное ощущение что голос пропало что в консерваторию меня нет не возьмут потому что просто нет голоса потом значит как как ни странно я из семи басов которые поступали в девяносто штом году я единственный прошел на третий тур а третий тур ну как бы отборочный 1 2 это я так называю 1 2 3 так вот последний тур он проходил в бзк и там конечно с акустикой было все в полном порядке акустика бзк она такая что она даже то волнение которое ты испытываешь совершенно зеленым молодым человеком стоя на великой сцене и видя перед собой все эти яруса акустика настолько потрясающе что она скрадывает как бы волнение потому что она украшает голос очень так как раз это как раз то что и должна делать настоящая акустика фэш мы же привыкли все время бороться с чем-то мы же привыкли искать какие-то резонансные для себя резонансное звучание вот эта фокусировка звука концентрирование звука мы привыкли как говорят петь в маску мы привыкли культивировать вот этот вот весь резонанс зубной носовой и лоб и гайморит и все что хочешь и зубы и полости рта а тут вдруг выходишь и без всяких там ухищрений технических вдруг просто слышишь свой тембр как он летит на самом деле такими должны быть концертные зал на самом деле зал и акустика должен помогать это значит как контрабас или авиалончельный скрипка или гитара у которых внутри пустота деки звучат зал должен тебе помогать ты должен играть на зале поэтому все что построено было в москве потом типа дома музыки совершенно ужасающей акустикой даже я бы сказал без мира светлановского зала даже оперный центр вишневской тоже не знаю то что он маленький с акустикой там были большие проблемы вот мы как-то в большом зале консерватории случались выступления конечно на протяжении всех этих лет но это все таки было не так много а потом когда уже на западе приходится выходить в огромные залы типа концерт гибау типа берлинской филармонии или я помню совершенно потрясающее впечатление от национального филармонического зала на тайване в тайбэе где мы с александром рудином исполняли берлиоза ромео джюлета ромео и июлью по моему три с половиной тысячи мест вот когда ты выходишь на такое огромный зал и вдруг ты начинаешь петь и слышать что не надо ничего там добавлять что само звучит все само собой вот мне кажется что на таких сценах должна проходить профессиональная жизнь и если это удается в какой-то степени петь вот на сцену с хорошей акустикой вот в этом вопрос долголетия ну в вокальной школе тоже но я уверен что все таки условия как сказать условия труда они должны быть максимально все таки располагающими к тому чтобы петь правильно а петь правильно это значит петь свободно как бы не затрачивая мышечных усилий просто это должно быть хорошо скоординированное дыхание резонанс и в общем то все если акустика хорошая то ты об этом не думаешь одну секундочку но это так вот все интересно так все правильно говоришь вот ты вышел в зал большой зал консерватории вот так вот запел вот и услышал свой резонанс как у себе звучит но ты же еще тогда не был речь идет о чем ты только-только поступил консертуру ты что уже был готовым певцом что ли да готовым если честно я не был но я тебе говорю что у меня было три года учебы у елизаветы новиковой и у нее была вот эта оперная студия мне про кофе у нас было много концертов в москве вообще петр ильич сам певец я бы сказал с верной техникой и с большим сценическим обаянием и у него вот эти вот все упражнения которые он давал они же все проистекали от гуготица гуготиц много брал у назария райского и еще дальше вот у этого гандольфи гандольфи был замечательный бас-баритон итальянский но это и сейчас я не буду углубляться потому что это съест много времени но вот эти вот упражнения как бы которые имеют отношение к итальянской школе много мычания потом много упражнений когда мычание переходит в звук на разногласных мы вот слишком много не говорили о каких-то там методических вещах о строении аппарата там строение гортани это все на самом деле может мешать вот но вот эти сами упражнения как я сейчас понимаю я даже многие из них использую до сих пор они созданы таким образом что они сами как бы формируют звук верный и поэтому особенно много не говоря о каких-то физиологических проблемах вокальных мы вот этими упражнениями и произведениями на первых двух курсах которые как бы совпадали с теми произведениями на которых учились все педагоги и петра ильича и педагог-педагога петра ильича все это было значит это 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 какая-то такая была единая база которая вот позволяет собрать звук почувствовать себя более уверенным потому что я все последующие годы мы вот общаемся вот сейчас только в январе двадцатого года мы пели концерт юбилейный петра ильича посвященный 80-летию я слышу просто что ребята в принципе студенты особенно на начальных курсах они в общем-то поют одно и то же что хорошо потому что это как бы вещи которые себя зарекомендовали в качестве вот таких вот методических можно сказать пособий которые формируют голос в нужном направлении поэтому все это так значит все это шаг за шагом без каких-то может быть там и слава богу без каких-то пожеланий со стороны профессора что вот тебя учили до этого неправильно давай мы сейчас все исправим нет вообще чем 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 хорош скотниченко тем что он мне но я думаю что не только мне мы всем на первом занятии говорит что мы ничего не будем менять передай передай привет своему педагогу первому мы будем только добавлять ну и самое главное что значит сам голосовой аппарат меняется мы меняемся мы растем меняется вот у меня изменился высотное положение как бы тесситуры я потом сдвинулся вверх надо я думаю как бас скажи пожалуйста меняется тесситура то есть басы переходят иногда и баритон или совмещают то и другое бас у тебя у тебя расширилась тесситуры диапазон что у тебя поменялось знаешь но это сейчас опять слишком можно долго рассказывать у меня и до консерватории были некоторые ошибки в технике которые я сейчас не могу изжить до конца я научился с ними жить но есть вещи которые мешали потом самая конечно самая большая хитрость это то что осознание вот осознание самого процесса пения оно к тебе приходит потом то есть сразу все таки ты не соображаешь что у тебя там происходит это потом ты можешь понять что надо сделать чтобы получить то или иное качество звука вот которые ты хочешь потому что поначалу ты просто ты не знаешь как у тебя сейчас прозвучит вот это как Боря Блох говорил в понедельник у меня получается во вторник у меня не получается сначала был такой этап но мы вынуждены немножко прерваться иначе это закончится никогда да 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 давай на секундочку прерваемся